МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане в органах госвласти собираются внедрить так называемый тайм-менеджмент. За чиновниками предлагают следить пристальнее, измерять секундомером, сколько времени они потратили на полезную деятельность. А остальное перерывы на чай и на покурить вычитать из графика. Между тем, в тюменском правительстве кое-кому сегодня не до работы. О кадровых перестановках расскажем в выпуске. Меня зовут Дмитрий Чашков. Это итоги. Здравствуйте. Нам есть с вами поговорить. Накрыло асфальтом. В Тюмени спустя полгода открыли сразу две дороги. Каких еще изменений ждать в ближайшее время? Сносит крышу. Вот сейчас снесет. Куда надо обратиться? Кому надо обратиться, я не знаю. Городским предпринимателям из киосков нужно готовиться к тюменской ночи длинных ковшей. Как пить не дать? Депутаты областной думы подготовили предложение коллегам в государственный парламент об обороте алкоголя. Разговор на возвышенных тонах. В ближайшем будущем так очень хочется сделать, чтобы все-таки туда зашли реставраторы. В Елутеровске собираются продвигать новый исторический бренд родом из 19 века. То ли день жестящика, то ли его генеральная репетиция. Первый заметный снегопад сегодня показал тюменцам, как не нужно водить машину. В эти минуты на мосту Челюскинца в сторону за реки ГИБДД разбирает действительно массовое ДТП с участием более десятка машин. Но первые выезды у них были еще с утра. В 7 часов на мосту Монтажников столкнулись 5 автомобилей. Началось с Лады, четвертой модели и Ниссана Альмера. Ну, короче, стояла машина, начал притормазывать, видать, чуть-чуть сильно нажал и колеса заблокировались. Начал сдвигаться юзом к бордюру чуть-чуть, потихоньку, потихоньку. И следом в меня врезается Ниссан Альмера. А потом в Нехи в металлическое ограждение въехали еще три автомобиля. При этом одна из машин сбила водителя Ниссана, он получил ушибы. Как выяснилось, 4 из 5 авто были на летней резине. Скорее всего, на данном участке автодороги обледенение дорожного полотна произошло. В связи с этим и произошло дорожное транспортное происшествие. ГИБДД настоятельно рекомендует сменить авторезину. Серьезно, лето уже не вернется. Самые популярные размеры 14-15 в городе переобувают по цене от 800 до 1100 рублей. Но, знаете, есть и приятные новости для водителей. В эти выходные откроют один из съездов на развязки монтажников. Теперь можно будет, двигаясь по пути провода со стороны республики, уйти направо и выехать в сторону восточного микрорайона по улице 30 лет победы. Собственно, из-за ремонта последней было ограничено движение. Но теперь все хорошо, аэропортуют подрядчики. Знаете, не только там. В Тюмени сегодня прошло еще одно долгожданное открытие, на котором, кстати, рассказали и о ближайших дорожных планах Тюмени. Подробности расскажет Александра Сосновская. Гудок зовет водителей в центр. Раскопки, в том числе и исторические, закончились. На Комсомольской больше нет брусчатой мостовой, исключительно асфальтовая дорога. Свердлова тоже из направлений превратилась в полноценную магистраль. И аварийно, и светофоры не работали, и детей страшно было отпускать на перекресток. Была грязь, все неухоженно, не пролезешь. А сейчас красота, сухой ногой детей из школы в школу. Очень прекрасно. С нетерпением реконструкции теперь ждет совмещенный мост на Мельникайте. Контракт подписан. Технику загоняют на площадку. Подрядчик за зиму намерен поставить пять опор дублера. Современные методы, технологии, как раз добавки, которые позволяют даже асфальт вложить в снег. Почему? Потому что есть определенные добавки, которые как раз позволяют это делать. И также схватывание бетона. Раньше, если у нас было 28 суток, то сегодня, добавляя определенные добавки, можно за трое суток получить те же причастные качества бетонного основания. Поэтому сроки на этом тоже как раз немножко у нас уменьшаются. На строительство нового мостового перехода через Туру подрядчик планирует потратить год. Ровно 1 ноября 2017 года запустят движение и сразу приступят к демонтажу старой конструкции. Но интересно разбирать. Мост будут не по частям, а его приподнимут, погрузят на баржи, доставят на берег и только после этого начнут разбирать на куски. Весь комплекс работ по документам расписан до октября 2019 года. Столько же времени отведено на эстакаду в районе Пермяково-Федюнинского. Здесь бригада тоже стоит на низком старте. Это большой объект. Мы будем работать совместно с построим 11, то есть две компании. Уже сейчас уже планируем совместно графики производства работ. Хотя объект должен вводиться в 2019 году. Мы постараемся все делать, чтобы в 2017 году мы ведем ее к эксплуатации. В 2018 году там будут какие-то небольшие шарфатности, мы их доведем. Но не все так гладко, как хотелось бы. Перераспределение налогов в федеральный бюджет, похоже, поставило крест на так необходимой городу развязки на пересечении с объездной. Те решения, которые приняты, мы как раз теряем из инвестиционной программы и как раз теряем из раздела дорожной строительности. Это прискорбно, но тем не менее это так. Поэтому сегодня и принято решение, что пока мобилизация объявлена только на дорожной развязке Пермяково-Федюнинского. Хотя в планах у нас практически одновременно мы должны были выйти на развязку монтажника Пермяково-Федюнинского, чтобы тот узел тоже системно и полноценно закончил. Техническая документация на объект готова. Так что как только появятся деньги, так сразу начнется его возведение. Ждем. Александр Сосновский, Владимир Кадратьев, Роман Щенахов. Тюменское время. Да уж, налоги всем нужны. Оправление Федеральной налоговой службы напоминает, за имущество необходимо отчитаться до 1 декабря. Уже на этой неделе пользователям личного кабинета на сайте ВФНС начали присылать электронные уведомления. Ведомство обращает внимание на то, что теперь они не будут дублироваться печатными. Тем, у кого личного кабинета нет, бумажные извещения в почтовые ящики ушли еще в сентябре. Было сформировано более 660 тысяч налоговых уведомлений. Из них половина – это уведомления, которые ушли налогоплательщикам в бумажном виде почтовым отправлением. И 20% уведомлений были направлены налогоплательщикам в личный кабинет. Зайдите в свой личный кабинет, проверьте начисление и произведите оплату. Кстати, с помощью личного кабинета заплатить налог можно онлайн, не выходя из дома. А вот некоторым городским налогоплательщикам в скором времени, видимо, уже не придется обращаться в ведомство. В Тюмени начали сносить уличные киоски. Кто-то сразу провел аналогии с московской ночью длинных ковшей. Это, собственно, и сам грешен. Но еще в 2005-м именно при Собянине массовый снос ларьков мы уже пережили. Кажется, все-таки Сергей Семенович провел у нас генеральную репетицию. 11 лет назад незаконными признали 80 постройок. Уже через месяц 65 из них сравняли с землей. Сколько объектов на этот раз попадут под бульдозер, расскажет Светлана Зорина. Легким движением ковша экскаватора киоск на Волгоградской превращается в груду металла. Здесь много лет находился продуктовый магазин. Нелегально. За 4 квартал 2016 года мы производим пятый снос незаконной постройки по решению суда. До Нового года мы планируем провести еще более 10 сносов незаконных постройок. Выражаясь простым языком, рожки до ножки остались от этого магазина. И такая печальная участь со временем постигнет все незаконные постройки в Тюмени. На сайте госзакупок мы обнаружили 30 электронных аукционов на выбор подрядчика для сноса нелегальных киосков. Их разместил городской департамент земельных отношений. Часть торгов уже разыграна. Мы решили пообщаться с владельцами и арендаторами помещений, которые будут снесены. Следующий в очереди ларек с шаурмой на Мельникайте. Его демонтируют в понедельник. Дети учатся, одного маленький, без матери все. Я сам содержу все они. Вот сейчас снесут, куда надо обратиться, кому надо обратиться, я не знаю. Арендатор здания уже готовит объект к сносу. Но от перспективы не в восторге. Не знает, куда переместить бизнес. Казань пожалели, даже копейки не взяли у меня. Отдали, поработает и все. Только сказали заплатить за это коммунально. Все работает. Здесь мы спиртной не даем, водка не даем. Все честно, как мусульманский кофе мы. На шиномонтажке по улице 30 лет победы – сезонный ажиотаж. Но закон есть закон. Суд решил, что незаконно построено. Почему он незаконно? У нас была на аренду земли. Мы с 2007 года аренду регулярно платили. Ни одного квартала не пропуская. Почему он незаконным стал? Я вот это понять не могу. Столица областная идет по стопам столицы федеральной. За этот год в Москве снесли более ста незаконных построек. В том числе крупные торговые центры. Тюмени с ними тоже проведут работу после Нового года. Правда, в отличие от Белокаменной, у нас компенсации владельцам не платят. Наоборот, они будут должны возместить расходы на снос городскому бюджету. Светлана Зорина, Евгений Доценко. Тюменское время. В Москве вообще все по-другому. Вот и депутаты Тюменской областной думы настаивают. Нужно просветить министерских чиновников о том, что происходит в стране. Накануне на заседании комитета бурно обсуждали ситуацию с пищевыми добавками. Речь не о похудении. Проблема с согревающими напитками. Оказывается, в тюменских магазинах под видом пищевых ароматизаторов для кондитерских изделий продаются бутылки с 40-градусной жидкостью, произведенной преимущественно в Казахстане. После такой ароматизации тортов или булочек еще закусывать, видимо, придется. Кроме того, депутаты обеспокоены, что продукция не подлежит лицензированию, декларированию. Ее продажа в ночное время тоже неограничена. И вообще получается, что продавать эти жидкости можно в любом ларьке рядом со школой или спортцентрами. А ведь алкоголь, он и в Африке алкоголь. Чтобы закрыть эту лазейку, потому что часть этой продукции, она неблаготворно сказывается на здоровье людей. Для того, чтобы стимулировать законопослушных наших предпринимателей, для того, чтобы сохранить рабочие места наших тюменских людей, которые работают именно в этих отраслях, мы и обращаемся к Минпромторгу. Наивные. Что я могу еще сказать? Нет, я могу поздороваться, конечно, с Мариной Лютовой. Марин, здравствуй. Здравствуй, Дима. Ты понимаешь, ведь Минпромторг, в свою очередь, обращается к правительству с предложением разрешить продавать алкоголь около школ и больниц. Очень неожиданно. Подожди, а чем они это объясняют? Забота о здоровье подрастающего поколения, да? Нет, они говорят, что так можно бороться с незаконным оборотом алкогольной продукции. Очень интересный ход. Но, ты знаешь, областной думе нашей есть над чем подумать сегодня. Еще один депутат лишился мандата своего. Вот это интересно. Сейчас все объясню в обзоре СМИ. Областной департамент информационной политики переименован в департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Его директором назначен Павел Белявский, который в связи с этим сложил полномочия депутата Тюменской областной думы, сообщает официальный портал правительства. Павел Белявский уроженец Тюмени, ему 36, молодежной политикой занимается уже больше десятка лет. За плечами пятый созыв в облдуме и вот самое начало шестого. Экс-директор департамента Александр Новопашин назначен советником губернатора по спецпроектам в сфере СМИ и информации. Проезд в пригородных поездах подорожает с 1 января 2017-го в среднем на 4,5%. В зависимости от расстояния тариф увеличится на сумму от 2 до 18 рублей. Например, при средней дальности поездки 66 километров билет выйдет дороже на 8 рублей, сообщает 72РУ со ссылкой на региональный департамент ЖКХ. Там отмечают, что несмотря на ожидаемое повышение, в Тюменской области по сравнению с другими уральскими регионами действуют самые низкие цены на пассажирские железнодорожные перевозки. В Тюмени будут судить афериста, который делал девушкам предложение, выманивал у них деньги и исчезал. 29-летний житель Уфы таким образом обманул двух тюменок, пишет наш город. С первой девушкой он познакомился просто по-соседски, а узнав, что та работает в банке, да еще и при машине, переехал к ней жить. Пообещал жениться и вытянул в общей сложности 413 тысяч рублей наличными и в кредитах. Параллельно молодой человек встречался еще с одной тюменкой. Женщина купила для любимого айфон 6 плюс, взяла в кредит 250 тысяч рублей. Обеим своим подругам молодой человек сделал предложение и исчез. А задержали его при попытке пересечь границы с Украиной, но вину свою мужчина признал. Ну вот так, Дим, любовь зла. Мельчает мужик, судя по всему. Но женщины, вы-то куда смотрите? Какие кредиты вообще? О чем вы думали? Мне вот интересно. Сама не знаю, Дим. Ну, хорошо, ладно. Те выходных замечательных. Спасибо. Продолжим другими новостями. Ой, продолжим. Ровно через неделю в Тюмени в восьмой раз пройдет театральный фестиваль «Живые лица». В этом году он стал международным. 12 коллективов, 3 дня, старт 21 октября в 11.30, финиш 23 вечера. Организаторы обещают удивить не только талантами, но и особым колоритом. Впервые спектакли пройдут субтитрами. Кто приедет и на кого следует обратить особое внимание, узнаем у директора фестиваля Марина Жибровец. Марина Владимировна, здравствуйте. Я так понимаю, что уже и программа сформирована, и неделя осталась. Но мы с вами разговаривали, вы говорите, что на этот раз будете строже относиться к участникам «Живых лиц» с восьмых. Так я относилась. В общей сложности где-то 50-60 заявок было, а я отобрала всего 12 театров. Я вот не могу понять, а почему так мало? Мы посмотрели бы хороший театр. Да, я бы с удовольствием вам его показала. Таких возможностей больше. Даже в Тюмени гораздо больше хороших театров. А я взяла только пять из Тюмени. Но просто, к сожалению, с метафестиваля таким образом построено, что мы вытянем только три дня. Из 12-ти пять Тюменские, а семь приезжие. Я так понимаю, что и Москва у вас есть, и Санкт-Петербург есть. И Башкирия есть, и Пермь, и Челябинск, и Екатеринбург. А что же мы так в Тюмени-то любим? Прямо у нас все такие талантливые здесь молодежные театры. Ну, во-первых, поскольку учредителем фестиваля является Тюменский государственный институт культуры, в первую очередь мы заинтересованы, чтобы нашим молодым выпускникам и режиссерам давать дорогу на всероссийские международные фестивали, получать серьезную экспортную оценку жюри, сравниваться с другими. Но, в принципе, я уже задумалась над тем, чтобы от Тюмени было всего три на следующий год. Это вот на девятый, получается. Да, на девятый, чтобы борьба за эти три заветных места была еще жестче. В Тюмени многие знают, Мария Владимировна Жебровец, вам зачем это надо вообще? В принципе, мне кажется, все, что вы могли доказать в своей жизни, вы уже доказали. В первую очередь меня тревожит участившаяся, как бы, такая тенденция, усилившаяся тенденция утечки талантливых людей из Тюмени, из Тюменской области. Раньше говорили только вот утечка мозгов, а я считаю, даже когда мозги утекли, не так страшно, как утекают талантливые люди. Нет, вы давайте придите в аудиторию к своим студентам и спросите у них, кто из них не хочет уехать в Москву и не начать работать на московской площадке Керепитерской. К сожалению, все хотят. А что в этом ухо? Это огромная проблема. Почему, например, из Авеньона не хотят только все в Париж, в Париж, в Париж, в Париж там? Или из Германии, из Дрездена, все хотят только в Берлине работать. Ведь там же такой тенденции нет. Если уедут из города таланты, жизнь станет безрадостней, утечет радость из жизни, а не мозги талант. А почему не готовить следующую молодежь, которая дальше будет? Мы готовим, это нам предприемственность. Ваш ученик Данил Чащин, он бы, живя в Тюмени, никогда не выставил свой спектакль на Красной площади, правильно? А там живет в Москве. Я хочу, чтобы он на нашей площади выставлял. Чтобы наша площадь была не менее известной и яркой событием, чем Красная площадь. 12 спектаклей наверняка вы отбирали сами, ну то есть точно отбирали сами, но на какие лучше обратить внимание особенно? Мне кажется, надо обратить внимание на польский театр. Во-первых, это выращено все в лаборатории Ежегротовского, великого такого экспериментатора. Во-вторых, там спектакль такой он документально-политический. Это важно, когда мы говорим со сценой о каких-то событиях, таких животрепещущих. Там женщина сама играет на кардионе и поет, и сама на сцене существует. Говорят, я видела только фрагмент. Говорят, это очень здорово. Моя ученица отбирала этот спектакль. Мне очень показалось любопытным, мы с этого спектакля откроем фестиваль, театральный институт, уже четвертый или пятый курс. Они сделали такую композицию по Мидеи, Врипида, Шекспира и Брехта. Такая вот интересная солянка, замес такой крутой, где двое людей, парень и девушка, на башкирском языке перевод будет, субтитры будут, на таких рычайших звуках, с такой страстью играют в Врипида, просто захлёстывают. Я давно не видела такого темперамента, может быть, национального, умноженного национальными какими-то красками, колоритами. Вот я считаю, что вот это надо посмотреть обязательно. Программу можно найти в интернете, я правильно понимаю? Безусловно, у нас есть группа живой лица и на Фейсбуке, и ВКонтакте. Плюс у нас сегодня-завтра появятся уже афиши, мы развесим их по возможности по городу. И, видимо, увидимся там. До встречи. Спасибо вам. Всего доброго. Шекспир на Башкирском надо сходить, но через неделю. Помните, все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на Ютубе и в группах «Тюменское время», в соцсетях «Фейсбук» и ВКонтакте. Впереди новости из районов, после вернёмся в студию, нам ещё есть о чём с вами поговорить. В Савдуковском округе активно работают по программе капитального ремонта жилья. Так, в многоквартирнике в посёлке Лебедовка полностью заменена электропроводка. Затем отремонтируют тепло- и водоснабжение, заменят кровлю. На работы выделено более полутора миллионов рублей. Сегодня в Упорово состоялся первый выпуск школы животновода. В рамках проекта владельцев небольших хозяйств научили производить качественное молоко, за которое они смогут получать достойные деньги. Успешным выпускникам вручили сертификаты, дающие право на субсидии при покупке племенного скота. В Галышмановском районе семья Богомоловых, восстановив старое здание, открыла цех по производству полуфабрикатов. Деньги на это получили в областном инвестиционном агентстве. Сейчас под брендом «Королёвские» выпускают котлеты, блинчики, вареники, пельмени нескольких видов. Огромные фигуры и доска, по которой можно пройтись. Такой подарок преподнесли Амутинской школе номер два в честь открытия шахматного клуба. На стенах холла разместили портреты 16 чемпионов мира, а после торжества провели и первый шахматный турнир. Следующий материал тоже относится к районным новостям, но для начала немного истории искусства. Картина Виктора Васнецова «Девушка с кленовой веткой». Незнакомое лицо? Знаете, уверен, что знакомое. Давайте дальше. Более ранняя работа «Боярышня». Ну, тоже Васнецова, это тоже еще, наверное, непонятно, откуда мы ее знаем. Прославилась она благодаря Серову. Вот это точно знаете. Девочка с персиками, зовут ее Вера Мамонтова. Она дочь знаменитого российского мецената Саввы Мамонтова. А вот ее внук сегодня побывал в Елутровске. И не просто так. А вот для чего, расскажет Лариса Соловьева. У Бюста Мамонтова торжественно открывают мероприятия, посвященные юбилею мецената. Купец, промышленник, благотворитель, уникальный человек не только для 19 века. Вот и памятник ему тоже особенный. Это второй мемориал предпринимателю, который был установлен в России. Еще 15 лет назад мало кто знал о знаменитом земляке. 175 лет назад Савва Мамонтов родился в Елутровске, но ребенком уехал вместе с семьей в Москву. Второе рождение мецената здесь произошло в 1991 году. Совершенно случайно в отрывном календаре среди памятных дат прочитали. Савва Мамонтов родился в Елутровске. Метрические книги это подтвердили. И тогда началась работа по возрождению памяти о великом земляке. Эта печать была сделана в 1991 году потомками купца, которые впервые приехали на родину знаменитого родственника. Сегодня это уже традиция. Праправнук приехал поддержать людей, которые сохраняют память о его предках. Это подвижничество, это истинное хранительство. Поэтому чем я могу помочь, если могу помочь им в популяризации их деятельности и имеющегося здесь мамонтовского наследия, то я просто считаю своим долгом это сделать. Имя Мамонтова может стать брендом города. Уже несколько лет витает идея создать музей мецената, ведь сохранился дом, где родился купец. В ближайшем будущем так очень хочется сделать, чтобы все-таки туда зашли реставраторы. Это надо сейчас делать. И мы с помощью потомков сможем открыть там мемориальный музей Савы Мамонтова. Год назад был создан фонд содействия культуре имени Мамонтова. В него вошли предприниматели города, чтобы продолжать традиции меценатства. Этот фонд это как раз та площадка, которая дает возможность любому предпринимателю поучаствовать в каких-то больших и крупных проектах на территории города. Ну и, наверное, тем самым отчасти увековечить свое имя. И в субботу лучшим меценатам вручат премию за поддержку культуры и искусства. Лариса Соловьева, Андрей Захаров. Тюменское время. Православные христиане сегодня отметили покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник называют одним из самых любимых в русском народе. Его история восходит к 910 году, когда, по преданию, Константинополь осадила вражеское войско. И Дева Мария явилась, чтобы защитить верующих, раскинув над ними свое покрывало. В православных храмах Тюменской области сегодня прошли божественные литургии, крестные ходы. Особенно торжественного праздника отметили в Покровской церкви Ишима. Сегодня исполнилось ровно сто лет. Храм переживает второе рождение. Добрые дела благословил митрополит Тобольский Тюменский Дмитрий. Хочется всех поздравить с праздником, со столетиям этого храма. И пусть следующие сто лет он также всех радует духовно. Есть и множество народных примет, связанных с праздником. Покров не только покрывало Богородицы, но и первый снег, покрывающий землю. По погоде в этот день судили о предстоящей зиме. В общем, судите о предстоящей зиме. Будут снежные холода. У меня к этому часу на этой неделе все новости в понедельник. Итоги на том же канале в то же время. Уверен, что моим коллегам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Спокойной ночи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова